20.30 в Новосибирске области в эфире информационные итоги дня в студии Екатерина Тихомирова. Здравствуйте. Прямо сейчас о главных темах этого выпуска. Закрыли поликлинику, откроем новых две. Как в Новосибирске решают проблемы с диагностикой маленьких пациентов. Мы будем заделывать дыру или дальше будем прорубать дверь. Будем жить общежитием. Затопление после пожара или уроки выживания. Почему владельцы квартир в злополучном доме не хотят переезжать? Скоро, скоро к нам придет за горданый Новый год. Будем работать нелегко. Снепим мы снеги. Если вы не верите в Санта-Клауса, то в вас верит Дед Мороз, как отмечают Новый год в разных странах и на континентах. Салют в честь Нового года. Обширная культурная программа с сюрпризами запланирована в Новосибирской области в новогодние праздники. Площадок и представлений тысячи за пределами мегаполиса в лидерах Татарский район. В афишах там сотни спектаклей, концертов и выставок. А в Новосибирске новогоднюю ночь откроет коллектив «Белые росы». Уже 1 января эстафету примет красный факел со спектаклем «Высоцкий». Второго гостей снова ждет филармония. Только уже камерный зал, где выступит хоровая капелла. И, конечно, подбой часов. Праздничный салют из пушек. Впервые на Михайловской набережной. При этом мероприятие на театральной площади, вернее, в сквере, будет проходить от ноля до часу. А на набережной до двух часов. При этом впервые мы приняли решение, метрополитен будет работать до трех часов. А скажите, а в новогоднюю ночь площадь Ленина будет закрыта для автомобилей? Нет, движение не закрывается. Движение будет в прежнем режиме. Более того, принято решение специально по согласованию с полицией. И стоянка будет работать. Сегодня в правительстве обсудили и вопросы безопасности во время праздников, работу коммунальных служб и энергетиков. Резервное электроснабжение объектов коммунального хозяйства обеспечивается наличием второго резервного ввода электроснабжения, а также стационарными предвижными резервными источниками электроснабжения. Общее количество таких автономных источников составляет 965 единиц. К другим темам в Новосибирской поликлинике номер 27 снова ведут прием маленьких пациентов. Детское отделение закрыли весной, врачи просто не могли работать. Зато теперь их целых два. Почему сложилась такая ситуация? И как из нее нашли выход? Узнаем из следующего сюжета. С адреса 220 Красный проспект два участка ушли. Одусик, Ворчук, 406. Вот такое перемещение. Перемещение. Вынужденная поликлиника была вот в этом здании. Оно принадлежит заводу, в котором понадобились деньги и дом выставили на торги. Пришлось срочно ремонтировать другие помещения. Помог Минздрав. Главное, сохранили всех врачей. Люди остались. Никто не ушел. Кстати, ни одного заявления на увольнение. И я вот разговариваю с врачами, со средним медицинским персоналом. Есть понимание о том, что это вызвано крайней необходимостью. О том, что такая ситуация, она все равно будет улучшаться. В этом здании детская поликлиника работала 20 лет назад. И вот теперь новогодняя перезагрузка. Рассматривая национальный проект здравоохранения в рамках демографии, как раз вот рассматриваются медицинские учреждения для наших детей. Педиатрические отделения, детские поликлиники. И здесь, понятно, не только стены, но нужно еще оснащать. Оборудование будет с учетом пожеланий медиков. Лабораторную службу будем оснащать. Посмотрим на Вавилову, посмотрели, там необходимо мультозвуковое оборудование. Ну, то есть именно таким образом, точечным, будем решать именно задачи полного комплектации и оборудования. Деньги есть? Конечно. До 21-го года в этой поликлинике откроют еще три отделения, чтобы пациентам было удобно. Нацпроект здравоохранения в нашей области – это огромные деньги. Почти 34 миллиарда за 4 года. В 19-м уже сделано многое. Мы открыли 4 амбулаторных онкологических центра, снабдили региональные сосудистые центры. И очень многое оборудование поступило у нас и в областную больницу, и в городскую больницу. И вот в таком же аспекте мы будем продолжать и на 20-й год. Мы проведем региональный проектный комитет, заседание регионального проектного комитета в январе, сразу после новогодних праздников, где подведем итоги предварительные, и дальше наметим планы на 20-й год. И уже в январе будут первые закупки, и ремонт в поликлиниках продолжат, и новые ФАПы откроют. Работа предстоит большая. Дмитрий Антипов, Сергей Толмачев, Евгений Агеев. Новости ОТС. А сегодняшний снегопад и предновогодний ажиотаж привели к тому, что город стал с обеда в Новосибирске 7-8, а к вечеру уже 10-ти бальные пробки. Парализованы практически все магистрали. Красный проспект, Большевичка, Фабричная. Стоит левый берег по Ватутино. Люди едут за подарками в Мегу, по Станиславского за продуктами в торговые центры. При этом аварий немного, но трафик жесткий. Синоптики прогнозируют, снегопады затянутся почти на все новогодние каникулы, но тяжелая техника для уборки сейчас только усугубит ситуацию. А вот сильных холодов на январские каникулы не обещают. Хотелось бы сразу сказать, что погода будет нас радовать. Радовать будет в новогоднюю ночь и в предстоящие первые 10 дней, то есть в новогодние каникулы, сильных морозов на нашей территории, на юге Западной Сибири мы не ожидаем. В Дорогинском центре содействия семейному устройству воспитанники с нетерпением ждут Нового года. И чтобы подсластить ребятам ожидания главного зимнего праздника, к ним в гости приехали добрые друзья из группы Сибантрацит. Конечно, не с пустыми руками, что подарили, расскажут мои коллеги. Вот так бойко и весело ребята репетируют новогоднее представление. Уже через пару дней они порадуют своих друзей. Дело очень ответственное. Отмечать главный праздник года здесь принято всем вместе за одним большим столом. Готовят сами меню, блюда, выбирают меню. И к ним приходит Душка Марус и Снегурочка, и, конечно, дарят подарки. Но ждать праздничной ночи, чтобы получить заветную коробочку, воспитанникам центра не придется. Крупнейшее угледобывающее предприятие Новосибирской области, которое поддерживает этот детский дом уже больше 10 лет, поздравило ребят уже сегодня. А чтобы им было тепло и уютно, в этом году Сибирский Антрацит помог центру установить пластиковые окна и входные двери. Это не только материальная помощь, это еще и помощь в воспитании детей. То есть они организуют экскурсии на свое предприятие. Ребята выезжали туда. Да, это и посещение детьми хоккейных матчей, где играет наша Новосибирская Сибирь. Но самый главный подарок – это тепло и внимание, которые дарят тем детям, кому они нужны немножко больше, чем другим. Все улыбаются. Дети понимают, что мир вокруг них, он добрый. Вот этот вот мир, он вообще светится улыбками. Потому что все, кто приезжают, с такими добрыми глазами, с такими наилучшими пожеланиями, дети чувствуют. Там даже говорить ничего не надо. Сейчас дети наряжают елки и ждут каждой своего чуда. Они его уже заказали Деду Морозу. Я писала о том, что я очень люблю танцевать и на дискотеках быть. И поэтому я хочу как бы быть сверкать там. И чтобы мне так было видно, я решила себе попросить от Деда Мороза такие кроссовки, которые светятся, чтобы я сверкала на подиуме. И это желание обязательно сбудется, потому что детские мечты должны сбываться. А взрослые в этом помогут. Алина Штоколова, Алексей Зубила, Новости ОТС. Это информационные итоги дня. И смотрите далее в нашем выпуске. Если не прозвучит зимняя песня, не будет новогоднего снегопада. А если не будет новогоднего снегопада, не произойдет снеговорот чудес. Прям дух захватывало. Там, где была смерть Александра Первого, прям вообще даже прослезилась я немножечко. Мила Радовича было очень жалко. А если у вас нет актеров, театра не будет у вас. Хоть всех позови режиссеров. Даже слабенький фарс не выйдет у вас на сцене без нас. Когда от трагичного до комичного один шаг жильцы дома номер 7 на улице Парковой не унывают и шутят, несмотря на то, что часть квартир пострадала от пожара, а часть залили пеной пожарной. Огненная стихия сблизила соседей, но развела еще больше с бездействующей городской администрацией. Мы будем заделывать дыру или дальше будем прорубать дверь. Общий делать. Будем жить общежитием. Нине Ольховской не надо даже заходить к соседям, чтобы обсудить наболевшее. После пожара в квартире на этаж ниже спасатели прорубили прямой проход к соседям сбоку. Снизу тоже налажено сквозное сообщение. Поднимайся сюда, у нас интересней. Причем большее разрушение 80-летнему дому нанесла неогненная стихия. Зашла команда МАС, которая сломали косяк первым делом. Не знаю зачем, кирпичная стена. Выпилили дырку в полу. Вторая говорит, там не надо, там не горит. А они так и оставили. Выпилили здесь дырку. Непонятно тоже зачем. Там, там, посмотрите, там просто ужас. Мне кажется, пытались просто максимально квартиру уничтожить. К тому же почти все соседние квартиры залило водой. Отсырили вещи, сгорела проводка. Несколько суток жители сидят без электричества. Весело. Это называется, нарушно не придумаешь. Во время пожара мы потонули. И вот у нас в квартире зайти невозможно до сих пор. Все сыро, все мокрое. Не одеться, не обуться, не во что вообще. Вот так вот мы вот... Люди не от пожара пострадали, а от наводнения. Городская администрация предложила переехать в маневренный фонд. Однако почему-то не провела тщательный осмотр дома. Те, кто остался, до сих пор не знают, насколько прочны сгоревшие перекрытия. В соц. отделе нам выдали три матраса, три подушки, три одеяла, три комплекта постельного белья. Все остальное, сказали, решение будет только после праздников новогодних. Это 12 дней, может быть, 2-3 недели, там неизвестно. Также жители не знают, будут ли компенсации. Кому-то сказали ремонтировать за свой счет, кому-то назвали очень скромные суммы выплат. Он сказал, ну что выделят вам там по 30 тысяч на каждого. Вот я и два детей. Два, три по 30. 90. А разрухи тут на сколько вы примерно прикидываете, посчитали? Ну, когда мы писали заявление, мы писали миллион. В ответе на запрос журналистов, представители мэрии заявили, что предоставят пострадавшим предметы первой необходимости. Но если будут собраны все соответствующие документы, какие никто не знает. Да и кому их подавать в новогодние каникулы. Также будет подготовлен сметный расчет по ремонту. Но новогодние праздники, как минимум, жильцы должны будут провести с полуразрушенными перекрытиями. Александр Попов, Алексей Зубила, новости ОТС. Сейчас короткая реклама и вернемся к выпуску новостей. Зимнее пальто из шерсти альпака. Надеваешь и снимать не хочется. С 5 декабря по 15 января в скидке 20% на весь ассортимент. А на некоторые модели до 50%. Красный проспект 81. Чему удивляется кот? Клик, 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 поверни. Клик, 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 поверни. Клик, 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 поверник. Клик, 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 поверник. Покупайте подарки на Faberlic.com Это новость ОТС и мы продолжаем. Одна из ярких и трагических страниц нашей истории. 200 лет исполняется событием на Сенатской площади Петербурга, которые в памяти потомков остались как восстание декабристов. Тому дню посвящен отечественный фильм «Союз спасения», а Музей Новосибирска поддержал премьеру историческим интерактивом. На большом экране воссозданные пейзажи Петербурга 19 века. В фойе кинотеатра звучат вальсы, зрители пишут пером и пробуют скопировать почерк Александра Сергеевича Пушкина. Мы решили провести интересные лекции. В наших площадках вы можете прийти и послушать. Преподаватели вузов у нас будут проводить лекции, которые ответят на все вопросы. Анастасия Бордукова заинтересовалась историей родной страны после того, как в школе появился новый преподаватель на премьеру «Союза спасения» пришла вместе с мамой. Я сразу такая, я это учила, я знаю этих императоров, вообще прям дух захватывала. Там, где была смерть Александра Первого, прям вообще даже прослезилась я немножечко, Мила Радовича была, очень жалко. «Союз спасения» – картина, созданная с большим вниманием к деталям, призывающая узнать или вспомнить о людях, оставивших глубокий след в нашей истории. А выводы и уроки из тех событий каждый должен сделать сам. Станислав Блинов, Андрей Руднев, Новости ОТС. На главной елке Сибири зажгли огни. В экспоцентре каждый день теперь масштабный трехчасовой праздник. Около 30 игровых локаций. Театральное представление с профессиональными танцорами и певцами. Но главная изюминка – живая зеленая красавица. Больше 10 метров в высоту. Масштаб оценила Екатерина Стывко. «Если не прозвучит зимняя песня, не будет новогоднего снегопада. А если не будет новогоднего снегопада, не произойдет снеговорот чудес». Вернуть праздничное настроение, особенно если его украли, – непростая задача. Но для жителей волшебного леса нет ничего невозможного. В погоню за Новым годом отправятся двое – маленькая Алька и любопытный Савенок. Сказку «Чудесный снеговорот» написали специально для мероприятия. На сцене не только актеры, но и чемпионы мира по брейк-дансу, балерины и настоящая оперная певица. «Мне больше понравилось на представлении, было классно. Самый мне понравился герой этот – единормошка. А почему?» «Потому что мне тоже красиво единормошка». Спектакль – это только первая локация. Впереди виновница торжества – главная елка. Организаторы привезли ее из лесов нашего региона. «Это наша горность. У нас уже второй год. Елка живая. В этом году она больше по масштабам, по объемам. Ее привезли 12-метровой. Наряжали пять дней всей командой. Да, вручную делали гирлянды». Игровое пространство – больше 8 тысяч квадратных метров. Почти три десятка локаций. Познавательный научный музей, гоночная трасса, контактный зоопарк. Новинка этого года – зона дополнительной реальности. Здесь дети и в футбол могут поиграть. И нарисованную рыбу запустить в виртуальный аквариум. «А теперь верхний левый уголочек. Смотри туда». «Новый год без подарков не бывает. Для детей бесплатная сахарная вата, лимонад, мороженое от партнеров праздника. А если есть волшебный купон, то в лавке Деда Мороза ждет именной подарок». «Так, вот, держи. Тебе подарочек. С Новым годом тебе». «Главная елка Сибири» будет работать с 3 по 6 января. Для многодетных семей, пенсионеров и людей с инвалидностью есть льготные билеты. Екатерина Стывко, Константин Менин. Новости ОТС. Сейчас о спорте. Больше 50 участников от 9 до 14 лет вышли на ринг. В эти выходные в Новосибирске боролись за кубок новогоднего турнира имени Лебедева. О чем мечтают юные боксеры и что чувствуют мамы, когда их сыновья пропускают удары, узнал Рафаэль Адам. Боксом занимаюсь, потому что он закаляет мой характер и хочу стать чемпионом. В зале спортивной школы номер 15 сегодня все, как и Ваня, мечтают стать чемпионами. И что важно, без награды никто не уйдет. Призовой фонд турнира в виде подарков и кубков для победителей сформирован депутатом Евгением Лебедевым. В организации турнира также принял участие тренерский штаб Сибирской школы бокса. Сегодня подведение итогов награждения. Хочу заметить, что проигравших не будет, поскольку турнир необычный, новогодний. И все участники получат свои призы, подарки. Победители, конечно, получат еще и кубки. По инициативе тренерского штаба. Участники соревнования – боксеры-новички. У некоторых сегодня первый бой. Сразу в формате двух раундов по полторы минуты. Естественно, вероятность победить больше у опытных спортсменов. Простым сопернике показалось, что он занимается мало. И у него опыта поменьше, чем у меня. Потому что я был вчера, я смотрел это все. И сегодня то же самое применил. Детские бои полны динамики и спортивной драматургии. Саша Мириутца до последнего думал, что победу отдадут сопернику. Но судьи решили иначе. Это его четвертый бой. Пока без поражений. Боксерский зал привела мама. Мальчику есть на кого равняться. Дома трое старших братьев-боксеров. С ними не дают боксировать. Хотя юный боксер признается, иногда очень хочется. Я занимаюсь год, несколько месяцев. Это уже мой четвертый бой. Мне понравился он очень сильно. Почему? Чем? Ну, он мне понравился, потому что я его загонял в углы и бил много. В зале много болельщиков. В основном отцы. Не все мамы могут вынести подобное зрелище. У некоторых женщин поднимается давление и в буквальном смысле болит сердце. Боксом мы занимаемся относительно недавно. Получается два года уже. Второй год пошел. И для меня соревнования это всегда очень волнительно. Очень волнительно. То есть я чуть не попарки упала. Новогодний турнир в сибирской школе бокса проводят уже много лет. Сюда съезжаются юные боксеры не только из мегаполиса, но и из районов области. И каждый сезон именно здесь зажигаются новые звездочки новосибирского бокса. Рафаэль Адам, Александр Егоров. Новости ОТС. И возвращаясь к праздничной теме. У него много имен и много образов. Его ждут и узнают взрослые дети во всем мире. И всегда ждут от этого волшебника чуда. Мой коллега Станислав Блинов сравнил в своем сюжете тех, кто исполняет желание на Новый год. Деда Мороза российского и его иностранных коллег. Образ волшебного старичка с длинной белой бородой узнаваем во всем мире. Надет он чаще всего в кафтан или шубу красного цвета, обязательно атрибут – мешок с подарками. Самый известный конкурент или наоборот партнер по праздничному бизнесу нашего деда – это, конечно, американский, канадский, австралийский, да и вообще западноевропейский Санта-Клаус. От российского отличаются слабым зрением и оравой подручных эльфов, которые делают подарки. Эти сувениры Санты раскладывает потом хорошим ребятам под елки или в носки над камином, через которые, кстати, и проникает в дом. Следующий новогодний волшебник у нас известен в основном благодаря своему имени – Йолу Пуки из Финляндии. Его можно узнать по длинным белым волосам, красной куртке из козлиной шкуры и красной шапке. Но рекордсмен среди Дедов Морозов в том, что касается заковыристого имени – это, безусловно, эстонец. Его имя звучит практически как новогодний тост. Ну, Йолу Вана. Хоть с виду и похож на нашего родного в красном тулупе и с белой бородой. И все-таки самый настоящий Дед Мороз существует. Для того, чтобы встретиться с ним и получить подарок, вовсе не обязательно. Ехать на Северный полюс или не спать до полуночи, достаточно просто прийти в торговый центр. Скоро, скоро к нам придет догожданный Новый Год. Полного года нелегка, степи мы, снеговика, снеговика, тофура, йогу нажать пора. Ах, как и украшение, йога просто за три дня. Ох, ты молодец! Ты такой стишок рассказала, прям длинные сложности. Ты его где выучила? Мама мне удавала рассказать. А какой подарок хочешь на Новый Год получить? Барбекен. Здравствуйте, дедушка. Здравствуйте, здравствуйте. Настоящего Деда Мороза что главное? Борода, посох, подарки в мешке может быть? Конечно, ребятишки любят подарки. Первым делом Дед Мороз подарим. Ну и, конечно, без подарков никак. А за что дарит Дед Мороз подарки? Да и за что? За то, что они дети. Их надо любить. В любой стране, в любой части света есть свой Дед Мороз. И именно он, кроме подарков, приносит веру в лучшее. С наступающим! Станислав Блинов, Борис Гладких, Новости ОТС. Ирония судьбы или с легким паром? Знаменитый фильм Эльдара Рязанова. Кино, с которым ни одно поколение россиян встречает Новый Год. Казалось бы, простые, понятные события, люди, явления. Но, как любит повторять Леонид Парфенов, это то, без чего всех нас невозможно представить. Еще труднее понять. И эта кинематографическая, даже несколько театральная история оказалась на удивление телевизионной. Мы предлагаем вам посмотреть ее вместе с нами. 31 декабря в 18.00 на канале ОТР и 21 час на ОТС. Праздничная программа называется «Под иронию судьбы» или «С Новым Годом». Что все мы там делали, узнаете завтра. А как мы это снимали, прямо сейчас. Третья улица, строители, 20... Так это же Академгородов. Да ладно! Коллеги, ну что за безобразие? Что за накладки? Дим, 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 Дим. Это я реагирую на тебя, все нормально. А. Как вас там, Наденька? Катенька. Удивительное имя. Ну, что примечательно редкое. Ну, он хотя бы одну фразу прочитает, и ему легче будет технологически, а дальше запоет. А что, я уже съемка идет? Отработал, молодец. Попы, лево, руки, право, троечка наша, а там концертный зал «Россия». И это вам не заливая рыба. И что? Кого? Да ладно. О, веник ценный, не забудь. А ты фигникула? Это тормозно лапать. Нет, все было нормально, как бы, это просто, я чувствую, все, все, как бы, уже почти хорошо. Что за грустная информация? Фу, Катенька, что за грустная информация? Что за грустная информация, Катенька? Снято? Снято. Такой была информационная картина дня 30 декабря. В студии работала Екатерина Тихомирова, и это наш последний новостной выпуск в этом году. Спасибо за внимание, с наступающим и до встречи в 2020-м. Здравствуйте. Прогноз на 31 декабря. На территории Новосибирской области ожидается небольшой снег. На юго-западе области днем в Багане и Купино минус 19, минус 17. По северо-западу днем в Барабинске и Чинах минус 19, минус 17, в Кыштовке минус 21, минус 19. В юго-восточных районах в Сузуне минус 13, минус 11, в Маслянино и Искитиме минус 11, минус 9. В северо-восточной части в Колыване минус 14, минус 12, в Тагучине минус 11, минус 9. В Новосибирске 31 декабря по данным сервиса Яндекс.Погода ожидается небольшой снег. Ветер южный 3,8 м в секунду. Влажность 83%. Температура ночью минус 16, минус 14, днем минус 13, минус 11. Атмосферное давление 752 мм. На этом о погоде все. С вами была Ольга Лихачева. С наступающим Новым годом, добрых новостей и добрых событий. Новостейск. 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 Редактор субтитров А.Семкин